Друзья, всем привет! Давно мы с вами не садились и не подбирали репертуар. Значит так, что мы сегодня будем делать? Я буду показывать вам нотки песен, которые я отобрала специально для начинающих. Это будут мои авторские обработки, которые вы можете достать по ссылочке внизу. Я оставлю ссылку на ноты. Также у меня есть прекрасный Boosty канал, на который я недавно выложила все свои ноты. Это был марафон по технике и свои какие-то курсы по фортепиано. Поэтому вы можете всегда меня поддержать там. Ну хорошо, начнём мы с какой песни? Давайте с новогодней, да? Аба, хэппи нью ир! И, значит так, я играю. Вы смотрите, как она звучит. Так, всё есть, хорошо. И потом я говорю, на что нужно обратить внимание в этом произведении. Какие могут быть сложности. Ну и ввожу вас в курс дела. Ну что, пробуем! Субтитры сделал DimaTorzok Так, я, знаете, я слишком близко сижу к фортепиано, потому что, чтобы я могла влезть в эту прекрасную камеру. Поэтому, пожалуйста, не обращайте на это внимание. Знайте, что мы должны сидеть на фортепиано на расстоянии нашего локтя. То есть от животика до клавиш у нас должен вмещаться локоть. Вот. Что я могу сказать про абу? Во-первых, здесь может быть сложность именно ритмическая, потому что у нас есть затакт. Залигованный затакт. И потом левый вступает. Но я думаю, если вы немножко потренируетесь. Та-ра-та-там-пам! Та-ра-та-там-пам! То у вас всё получится. Что ещё здесь интересное есть? Тут я выставила аппликатуру пальца. Вы можете играть этими пальцами. Можете посмотреть, какая аппликатура будет нравиться вам. Ещё. Так как это маленькое, коротенькое произведение, вам придётся посмотреть и самостоятельно продумать какие-то динамические оттенки. Тут стоит мессо-пиано, то есть не совсем тихо. Форте. Но они такие ориентированные. Поэтому вы всё-таки, опираясь на то, что выставлено в нотах, можете добавлять и своего. Что ещё тут на что обратить внимание? На то, что здесь нужно играть максимально легато. Несмотря на то, что вы будете пользоваться педалью, у нас есть два вида легато. Педальное легато и пальцевое легато. Пальцевое легато, оно всегда будет в приоритете у пианиста, потому что пальцы наши... Нам нужно настолько хорошо обладеть пальцевым легато, чтобы... Ну, можно так сказать, что пальцы это более тонкий наш инструмент, чем нога. Поэтому лучше контролировать именно пальчиками легато. Поэтому на это внимание обращаем. Идём с вами дальше. А, кстати, по темпу. Что ещё по темпу? Можно играть более медленно. Или, если вам нравится, можно быстрее. И так далее. Идём дальше. Так, следующая популярная песня. Another Love, Tom O'Dell. Значит, эту песню попросила написать для неё специально моя ученица. Она сказала, я хочу научиться играть эту песню. И я сыграю своему парню на день рождения. И я специально для неё написала эту простенькую обработку. И потом подумала, почему бы не поделиться вместе с вами. Ну что, пробуем. Которая. ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Так, прошу прощения, вторая страничка. Вот, значит, что я могу сказать по поводу этого произведения? Здесь будет сложность в том, что постоянно повторяется вот эта вот нотка соль. Соль, 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 а, си, соль, 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 до, до, си. И вот это вот все вокруг нотки соль движется. И мы рискуем попасть в болото, которое нас засосёт. Соль, 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 а-си, соль, соль, до-до-си, соль, соль. В музыке, когда что-то постоянно повторяется, оно всегда должно раскрашиваться новыми красками. То есть, если мы всё будем играть на одном уровне, это будет так роботизировано. Не от слова раб, а от слова робот. Вот, и мы постоянно, нам нужно будет делать фразу. Соль, 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 а-си, соль, соль, до-до-та, та-та-ра-там, пара-пара-пам. Да? Вот постоянно вести вот эту вот фразу. По поводу левой руки тут вообще нет никаких вопросов. Она очень-очень-очень простенькая. И по поводу педали. Педаль меняется, ну, практически в каждом такте. Да, в каждом, с педалью здесь никаких вопросов не будет. Ну, и плюс этой песни в том, что она повторяется. И её можно играть на слух. То есть, если вы знаете мелодию, вы можете придерживать мелодии и у себя в голове пропевать эту мелодию. Тем самым вам легче будет учить эту песню. Вот, значит, тут есть одна маленькая особенность, возможно, если вы не знаете. Вот эта вот восьмерочка, она обозначает перенос руки на октаву выше. То есть, если написано вот так вот, то с восьмерочкой это будет звучать здесь. И заметьте, что эта восьмерочка относится только к той строчке, к которой она указывается. То есть, левая рука, где была, там и осталась. Вот, эта восьмерка действует только на правую руку. Так, ну что, Queen. Я не знаю, почему сегодня какие-то такие старинные песни получаются. Ну, видимо, я уже в том возрасте, когда, так сказать, можно играть более старую музыку. Ну, хорошо, давайте Abba. И пробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Так, что тут по... Сразу скажу о том, что вторая строчка, она даже, можно сказать, вторая и начало третья, вот этот вот ритм. Вот это будет немножко сложновато. То есть, нужно хорошо высчитать раз и два и три. И я бы вам даже посоветовала взять карандаш и не стесняясь подписать. Это у нас первая четверть, это вторая четверть, это третья. Скажу по секрету, я сама иногда подписываю ноты именно со счетом, потому что, когда добавляешь левую руку, и иногда сложно это все просчитать, поэтому подписывать это вполне нормальная практика для музыкантов. Что еще скажу о том, что, да, нужно хорошо просчитать, потому что половина с точкой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Следующее произведение это La La Land. Музыка из мюзикла La La Land в таком упрощенном варианте. Я не знаю, как вы относитесь к мюзиклам. Они вроде начинают возрождаться, потом снова о них забывают. Лично я мюзиклы... Мюзиклы... Мюзиклы не... Ну, вы понимаете, я их не особо люблю, но периодически музыку из них слушаю, и там есть очень даже интересные какие-то номера. Что, пробуем? Что, пятый? Мюзиклы не... Вот такая свободная, тут такой темп рубата, расслабленный. Можете играть чуть-чуть быстрее, чуть-чуть медленнее. Ну, мне нравится вот именно в таком оригинальном... Вот в таком темпе, который я сыграла. Что у нас здесь, а какие будут сложности? Во-первых, тоже пальцевое легато. Вот это вот сделать. Дальше. Сложность будет именно возможна в соединении левой и правой руки, потому что... Я бы вам посоветовала очень сильно разбирать это произведение, играть сразу же двумя руками. Как, спросите вы? А вот так вот сесть и постараться две руки вместе. Потому что у меня было два случая, два ученика, у которых я пошла на поводу. И ей сказала, ладно, давай разберем отдельно правая, отдельно левая. И что вы думаете? Они потом еще, наверное, недели две не могли соединить эти две руки вместе. Потому что, когда вы разбираете правую отдельно, левую отдельно, ваш слух привыкает к определенному ритму. И в правой руке та-ра-та-та-та-та-та-та. А в левой... И потом в вашей голове мозг не может подружить две руки вместе и представить звучание двух рук. И это, ну, такая себе задачка. Поэтому для того, чтобы не насиловать свой мозг аж трижды, сразу же садитесь и да, медленно, да, по чуть-чуть. Пробуйте разобрать две руки вместе. Ну, это будет плюсом ваше обучение. Потому что это очень хороший навык. Разбирать двумя руками сразу. Тут в этих нотках нет динамики для того, чтобы вы сами смогли ее поставить. Вот так вот. Далее. Ну что, давайте последнее посмотрим. Memory. Из... Что это у нас? Из фильма Коты? Или это тоже? Это тоже, наверное, мюзикл. Вот такой сегодня мюзикальный репертуар. Песня, которая звучит сложно, но ее очень легко можно сыграть. Она очень простые нотки за счет повторяющихся басов. Ну, вы, я думаю, сами сейчас заметите. Музыка. 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 Вот, смотрите, что тут? Она звучит красиво, да, такая? Можно ее, кстати, повторить два раза, будто бы мы сыграли первый куплет и второй куплет. В чем легкость? Легкость в том, что у нас левая рука движется постоянно по одному ритмическому рисунку. Да, сначала от нотки до, потом то же самое от ноты ля, ля, потом то же самое от ноты фа, фа. И вот так вот нужно просто запомнить, от каких ноток она движется. Нет черных клавиш, да, это тоже хороший плюс, только беленькие клавиши. Ну и плюс запоминающейся мелодии. Там, пам, та-ра-ра-ра-ра-ра. Нету в правой руке повторяющихся ноток, да, как бы. Вот, поэтому я думаю, что она у вас получится. Если вы так, знаете, только, ну, может быть, играете пару месяцев на фортепиано, или если вы хорошо играете на фортепиано, но хотите взять себе приятное и поиграть какую-то очень расслабленную, мелодичную, красивую музыку. Что по педали? Вот, кстати, вот по педали придется немножко почистить, потому что все-таки, когда у нас левая рука делает какое-то много движений в нижнем регистре, мы всегда должны быть на страже, потому что большая, так сказать, переменность в нижнем регистре, она дает больше обертонов. То есть каждая нотка, она имеет свои обертоны. И именно когда нота находится в нижнем регистре, она звучит более грязноват. То есть к ней нужно больше... больше подхода. То есть если я сыграю три ноты здесь, и три ноты здесь рядышком, они будут по-разному звучать. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. У меня как раз включилась камера, пока я говорила. Очень красивая, очень спокойная музыка. Конечно, вам придется тут пальчиками делать легато, но вам нога поможет в этом сделать красиво. И я больше никаких таких явных трудностей не вижу. Единственное, трудно, чтобы провести вот эту вот фразу. Прям такая прям длинная-длинная, нигде нельзя останавливаться. Вот, ну и в принципе, еще есть октавы. Ну что, я с вами попрощаюсь. Я думаю, это все произведения. Ссылочку я на них оставлю внизу. Еще что у меня есть? У меня есть еще инстаграм. Я думаю, если вы с Россией, возможно, вы не сможете следить за мной. Но я все равно ссылочку на инстаграм оставлю внизу. Я там много чего рассказываю полезного. Какие там мы проводим викторины, я общаюсь с вами. Поэтому всегда рада буду вас ждать в моем инстаграме. Так, это еще сказала, про Бусти сказала. Так что встретимся в следующем видео. Кстати, в следующем видео я буду рассказывать про репертуар для среднего уровня. И там тоже будут такие современные, популярные произведения. Вот. А еще хочу вам пожаловаться. Купила вот такую вот штучку и цветочки. Он у меня завел. Немножко грустненько, но вазочку решила оставить. Да, прикольная такая. Ну ладно, все тогда. Прощаюсь с вами. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok